Я работаю в этом чудесном детском саду. Сегодня мы с вами попытаемся ответить на вопрос, а так ли важно заниматься с детьми экспериментальной исследовательской деятельностью в детском саду. И тема нашего мастер-класса «Экспериментальная деятельность как средство познания окружающего мира». Цель мастер-класса – дать участникам мероприятия практические знания об опытной экспериментальной деятельности детей дошкольного возраста и возможности применения ее на практике. Задачи мастер-класса и практическую значимость мероприятия вы можете смотреть на слайд. А я хотела бы вам сказать, что, наверное, наш мастер-класс будет полезен сегодня всем педагогам. И тем, кто уже занимается экспериментальной деятельностью с детьми, для себя они могут черпнуть что-то новое, и тем, кто еще не занимается. Те педагоги поймут, насколько это интересно и увлекательно. Но прежде чем начать мастер-класс, я бы к вам хотела обратиться с вопросами. Я буду засчитывать утверждения. Если вы согласны, я вас прошу ответить «да». Если не согласны, то отвечайте «нет». Мне будет приятно, если вы все примете участие в этом опросе. Итак, современные дошкольники слишком много времени проводят, играя в смартфоны и гаджеты. Играя в телефонные игры, ребенок познает окружающий мир. Дети очень часто задают вопросы. Почему? Почему небо синее? Почему вода в море соленая? Почему пчела жужжит, а комар пищит? Да. Для ответа достаточно прочитать материал книги, и ребенок все поймет. Нет. Экспериментирование поможет дать ответ на многие вопросы. Да. Экспериментальная деятельность позволит отвлечь ребенка от гаджетов и смартфонов. Да. А это как? Да.